В принципе, на прошлой лекции мы с вами начали уже немножко погружаться в рельсы. Явно это было очень поверхностно и где-то чего-то непонятно, поэтому сегодня буду говорить уже более конкретно и более развернуто. Сегодня мы поговорим с вами о такой вещи, как ротинг в рельсах, для чего он нужен, что это такое и как его кушать, как его готовить. Я думаю, можно закрыть прямо. Так, короче, начну немножко сначала, я как раз многое не сказал. Так, сегодня мы говорим более развернуто о рельсах, говорим о ротинге, говорим о контроллере. Начнем с ротинга, в принципе, и с ротинга, наверное, начнем с самого начала, то есть вообще с самого-самого, чтобы понять вообще на каком мы уровне. То есть в курсе про HTTP-запросы, про то, что есть разные типы HTTP-запросов, вот, к примеру, чем GET-запрос отличается от POST-запроса? Вот самое фундаментальное, чем отличается. Вообще нет, более фундаментальное. Они оба получают и оба отправляются. GET-запрос, ты делаешь запрос на сервер и получаешь ответ от сервера. А POST-запрос, ты отправляешь запрос. GET-запросом ты тоже можешь отправить данные. И обработать их. Через пять? Да. Немножко, ну, как бы, это немножко неправильно, но ты можешь отправить. Вот вообще самое фундаментальное, не в курсе. У GET-запроса нету тела. То есть нет так называемого BODY. GET-запросом ты можешь отправить только вот строковые данные. То есть, если мы возьмем... Так, это не тот немножко хром. Где-то у меня тут... О, какой-то есть хром. Так. Блин, я не знаю, как увеличить мне строку браузера. Ну, давай, это ладно. То есть возьмем наш... Я вот создал тут какой-то такой проект. Полностью пустой, фактически. Что я наделал? Я открыл целую кучу вкладок. Это я молодец. Так. Вот полностью пустой проект. Я назвал его как-то Routing. Да. Давайте тут нагенерим какой-нибудь контроллер. Чтобы нам было с чем работать. Ну, это будет HomeController. У него будет Index Action. Так. У нас есть HomeController. Ну, у него есть Index Action. У нас тут будет... Нам нужен GameFile. Нам нужен GamePrile. Тут будет Binding. BindingPrile. Что-то такого. Это не нужно. И Roots. Если помните, ну, как бы... Я сделаю... Root. HomeIndex. Это, по-моему, мы уже немножко обсуждали. Да. То есть, путь мой... Корневой путь меня будет кидать на HomeController. Index Action. Index Action. Это вот Index Method. Так. Сейчас быстренько поставим гемы. Уже все готово. Запустим наш сервер. Localhost 3000. Есть что-нибудь? Я у нас должен запуститься хоть что-нибудь. Вот запустился BindingPrile как раз. Вот наш знаменитый метод Params, который нам возвращает именно те параметры, которые приходят. То есть, в данном случае он просто возвращает в параметрах типа контроллер. Так что тебе все не так? Почему у меня Action Cable запущен? Непонятно. Хорошо. То есть, ну, ничего нету. Мы сделали обычный Get-запрос без параметров. Да? Окей. Берем наш Get-запрос. Добавляем к нему параметры. Какое-нибудь там... Что нужно в параметры добавить? Допустим, ну, какое-нибудь имя, да? Как-то так. Управляем запрос. Смотрим на наш параметры. И мы видим, что как бы... Да, твои. Так. Как это надо было бы выключить, наверное... Ладно. Не будет париться. Вот. То есть, у нас есть параметры, и мы, как бы, можем отправить дополнительные параметры в Get-запросе. Причем, ну, как бы... То же самое можем сделать в посте, но когда мы... Допустим, у нас есть Action Cable там Search или что-то типа такого, логичнее сделать его через Get. А чтобы передать параметры в Get, их необходимо передать строкой. Вот. Вообще, видимо, немного параметров... Ну, похоже на то, да? То есть, передавать можно абсолютно... На самом деле, ограниченное количество запросов, потому что вся вот эта строка в браузере, она ограничивается чаще всего либо веб-сервером, либо браузером самим. Сколько я помню, еще в недалеком будущем там вообще было ограничение что-то типа в тысячу байт или в четыре тысячи байт как-то. Ну, то есть, ну, там, четыре тысячи символов можно было передать, по-моему, что-то типа такого. Вот. Параметры все разделяются, естественно, через этот вот знак, как он правильно называется, амперсант. Амперсант. Оп, я молодец. То есть, там name first, там какой-нибудь name, что-нибудь, что угодно, все это передается и так далее. Даже можно передавать более сложные структуры, такие как массивы здесь. Это, допустим, по-моему, как-то так, типа array. Потом открываем пустой массив и передаем в него там какой-нибудь еще текст. И смотрим, что у нас тут получается. Видно, да? То есть, сейчас оно опять веб-сокеты выругаются. То есть, видно, что приходит первый параметр, второй параметр, там массив приходит и так далее. И самое интересное, что через такую же схему можно еще передать более сложные структуры, похожие на хэш. То есть, в принципе, хэш и передать. То есть, JSON структуру такую небольшую. То есть, мы сделаем, там, не знаю, передадим хэш. В него, ну, как бы открываем пустой массив. Потом здесь мы именуем как-нибудь... То есть, это у нас будет что-то типа массив. Массив объектов. Вот. То есть, у нас будет массив объектов, которые мы хотим, допустим, сделать, чтобы имя было там какой-нибудь Bob. Так же, чтобы у этого хэш, хэш-нейм, там, не знаю, не name, а что-нибудь возраст какой-нибудь. Возраст у него 12. Как-то вот так. И все это дело разбираться лень. Вот. То есть, у нас есть хэш, у нас есть массив, в котором есть объект. И самое интересное, что если я хочу передать, к примеру, что-то еще дополнительное, то есть, ну, массив объектов, мне необходимо передать, допустим, там, два человека на создание, например. То я опять-таки делаю этот вот самый хэш, опять передаю сюда name, то есть, повторяющийся с этим, да, то есть, по логике, якобы, оно должно, ну, взять последний. Но так как мы передаем сюда массив, вначале, то есть, мы обозначаем, что это массив, а потом уже массив каких-то уникальных объектов, то оно будет по очередности брать его следующим. То есть, как только оно видит, что идет совпадение с ключом объекта дополнительным, у нас тут будет уже не боб, а будет какой-нибудь, допустим, джон, да, и у этого джона будет возраст, там, не знаю, 30, что-то типа такого. Мы видим, да, что, как бы, приходит именно массив с объектом. Передать сюда что-то более сложное уже, как бы, не позволяет сама структура строки запроса, да, то есть, передать сюда вот прямо вот, грубо говоря, вот так вот текстом джейсон, который будет обрабатываться, ну, не получится никак. То есть, ну, как бы, в теории это можно сделать, можно написать там какой-то парсер, который вам это все будет распаршивать на стороне сервера, но, ну, это губ. Вот, для того, чтобы передавать какие-то более сложные структуры, есть другие типы запросов, это так называемые запросы, у которых есть тел. То есть, это пост-запросы, кто мне еще напомнил, какие у нас есть запросы? Патч и пут. Вот. Какая семантическая разница вообще в посты и пут запросах, примерно? Ну, по-моему, это не меняет. Да, да, патчи пут, в принципе, обновляют ту запись, которая есть, примерно, да, то есть, ну, обновить какую-то сущность, видите, что угодно. А пост-запрос чаще всего делается для того, чтобы ее создать. Вот. Ну, и там уже пляски со статусами обязательные. Статусы тоже бы желательно почитать, чем 200 отличается от 204, там, где 201 отличается от 202 и так далее. И что такое 400 статус? Или 422, потому что, ну, как бы, если вы хотите работать с этим в будущем, то вам необходимо понимать вообще, для чего эти статусы, и что они придуманы не для красоты, а для того, чтобы те люди, которые работают с вашим API или с вашим сервером, могли по-нормальному это все распознавать. То есть, ну, как бы, запросы, которые заканчиваются на 400 и выше, они, ну, то есть, 400, 500 и так далее, там, 500, 502, 500, 400, 422, 404 и все остальное, это уже запросы ошибочные, то есть, то есть, запросы, в которых что-то пошло не так. В 500-х это серверная ошибка, в 400-х это ошибка того, что у пользователя кривые руки, либо, ну, он что-то сделал не так. Вот. Так, немножко отдалились. Ладно. Пост-запросы тоже можно, в принципе, потестить. Как мы их можем потестить? Можем потестить их, сделав create какой-нибудь метод. Так, тут тоже сделать биндинг, биндинг при и в рутах мне необходимо будет сделать что-то типа ну, пускай, сделаем так. Пост-ту, по идее, должно прокатить home create. Тоже, по-моему, вот как-то так оно делается. Сейчас проверим. Как это проверить? Сейчас все покажу. О, у меня, короче, куча биндинг-проектов запущена была все это время. Так, либо через Rails, так как пятая рельса это дает, дает уже сделать. То есть, например, Road, Road. То есть, что нам это показывает и что вообще происходит. То есть, понятно, что Rake Road или Rails Road, она показывает нам полную таблицу маршрутизации нашего проекта. То есть, какой путь, какому контроллеру, какому экшену. И также первым самым это идет так называемый URL Helper. Что делает URL Helper? Это я тоже покажу, когда у нас будет биндинг-проектов. Потому что вызывать его можно только в контроллере и на вьюхе. Ну, можно, конечно, запатчить и вызывать откуда угодно, но это уже немножко избрат. Так. URL S и что у меня? У меня должен быть Postman. Кто знает, что такое Postman? Кто-нибудь с ним работал? Как вы могли работать с Postman? Postman это такая прекрасная вещь, которая позволяет нам отправлять целую кучу всяческих запросов. Как мы видим, их оказывается больше, чем 6. Нам, нас интересует какой-нибудь Post. Да, Postman Localhost. Принамо увеличивается. Ну, немножко. Вот. Post Localhost 3000. И нам необходимо запихнуть что-то в Body. в Body. Это будет каком-нибудь, да, через Application JSON. Что делает вот эта вот переключалка? Она просто переключает так называемый header-computer-type для того, чтобы наш сервер мог воспринимать как-то... Ну, чтобы сервер понимал вообще, что происходит. И здесь мы можем взять каком-нибудь нативный JSON. Опять-таки, name Bob. Тут будет какой-нибудь H12. Что-то типа такого. И даже, ну, как бы сделать вот этот наш стандартный массив. И здесь еще там другого человека. Ну, то есть все это у вас будет формироваться там на уровне вашего приложения. Там еще чем вы будете пользоваться. Пробуем это все отправить. И у нас, и у нас ничего не работает. А еще куча целых ошибок, которые мне не нравятся. От этого вот этих веб-сокетов. И мне так лень сейчас разбираться в этом все. Знали бы. Сейчас посмотрим, что пошло не так. Так, так, так. Ну, уже отправка запросов пошла. И ничего не происходит. Либо должно выругаться на то, что у меня не хватает в вьюхе. Либо, в принципе, работать. Пендинг-пай. Есть свой запрос. Чего ему не хватает? Окей, он придет. Все нормально. Либо у меня постмане... А, ну да. Постмане у меня, по идее, не работает из-за... Из-за вот этой штуки. Блин, как мне это нравится. Запрос улетает. А, куда он улетает? Непонятно. Все еще сэндинг. Чем не хватает? Непонятно. Непонятно. Так. Сейчас. Тупняк небольшой. Если, кстати, темно, может включим свет или оборот. Посидим как. В интересной обстановке. Короче, что-то меня сейчас немножко подтупливает. Скажу сразу, короче, что все это дело отлично срабатывает. Обязано отлично срабатывать. Но почему-то вот у меня что-то оно как-то подвисает. Вот. Честно, можно сейчас, я могу потратить 15 минут нашего времени разобраться, а потом объяснить, но я думаю, это глупо и не нужно. Вот. То есть, ну, как бы суть в том, что пост-запросы, пулт-запросы и прочие остальные, кроме дэвид-запросов, которых тоже нету тела, мы в них можем передавать абсолютно все, что угодно. Любые структуры данных. Ну, то есть, любые понятные серверы, структуры данных. Допустим, в том же самом JSON вы можете послать JSON, там, не знаю, на 15 мегабайт, в котором будете описывать все, что угодно. В тех же самых пост-запросах мультипартами вы посылаете файлы, к примеру, для загрузки картинок, видео и всего остального. То есть, все это, опять-таки, складывается в тело вашего запроса. Так, коснулись немножко роутов, пойдем далее. Что касательно роутов, для чего они нужны, как они работают и что вообще, как с этим жить. Как говорит Валик, и кто виноват. Вот, значит, есть такая вещь, как ресурс. По-моему, так. То есть, мы можем сделать, допустим, ресурс. Большое сомнение, что я ошибся, но ладно. То есть, есть две вещи, самые такие корневые. Это ресурс и ресурс, к примеру. Чем они отличаются? И что они дают? Спасибо. Конечно же, так все. То есть, если мы сейчас посмотрим, то есть опускаем вот это, смотрим, что у нас происходит здесь. То есть, что сделали ресурсы? Они нам создали, так называемый, крат. То есть, полный наш набор стандартных методов для манипуляции, к примеру, с пользователями. То есть, у нас те же самые get-запросы, post-запросы, get-запрос на создание нового пользователя. Ну, он тут используется для того, чтобы мы могли показать форму именно создания нового пользователя. Edit-запрос, опять-таки, с get-ом, это форма для редактирования, для того, чтобы показать пользователя. Как мы видим, тут передается именно ID-шник пользователя, для того, чтобы можно было как-то им манипулировать, и в то же время удалять его. Данную вещь нам добавил ресурс в единственном числе. То есть, в чем отличие вообще? Видите? У него нет ID-шника. То есть, это подразумевает то, что мы будем работать с какой-то сущностью, которая не будет там во множественном числе находиться там, ну, к примеру, для каждого пользователя. То есть, это могут быть какие-то, ну, к примеру, настройки пользователя, которые есть, ну, как бы, у него не может быть много настроек, у него там какая-то одна сущность, которая привязана непосредственно к нему, да? Ну, то есть, по логике, если посудить. Вот. И он, ну, как бы, ему не надо прокидывать ID-шник в настройки, там, что-то там делать и так далее. Вы просто отправляете его на Settings и показываете ему, что вот твои там сеттинги. Вот. Ну, и как бы видно, что для того, чтобы у нас был ресурс там User задействован, да, то нам необходим контроллер под названием User или для настроек, для сеттингов, нам нужен контроллер Settings с определенным набором методов, которые в нем должны быть. Но, если вдруг так получается, что нам, ну, вот реально не надо какие-то методы, да, то есть, мы можем немножко закастомайзить наш, наш road. То есть, в первую очередь, что кастомайзится? Кастомайзится такая вещь, как, то есть, вот такая вещь. Например, мы сделаем так и вот так. То есть, понятно, сколько, да, что, что произойдет. То есть, мы полностью отсекаем все то, что нам не нужно, да, у нас будет только Index Action для пользователей, вот, только Index и только Post. Остальное все убирается. В то же время есть еще такая вещь, как Accept. Тут полностью противоположно. То есть, мы исключаем Index и Create, оставляем только то, что есть. То есть, возможно, это понадобится. Так, к примеру, оставим этот вот Only, который был, да, то есть, оставим Only Index только. Ну, то есть, если мы исключаем какой-то один, то нам не нужен массив, мы просто передаем рукой. Вот. И в то же время здесь можно открыть блок. В данном блоке можно сделать несколько вещей. Первое. Мы можем сделать здесь какой-нибудь кастомный запрос. Типа такого. И передать на него, к примеру, как оно будет, как оно сработает. То есть, первым делом это вот так можно передать. Что произойдет, сейчас покажу. Видно, что когда мы передаем такую вещь, как OnMember, у нас передается именно User, потом необходимо указать ID. То есть, ну, как бы, OnMember подразумевает то, что, как бы, этот вот Get-запрос Search будет проходить именно на какого-то определенного пользователя. Вот. И есть такая вещь, как OnCollection. Она делает абсолютно то же самое, только без ID-шника. То есть, вариации именно с тем, как мы будем работать. Будем работать. Ну, для того, чтобы не писать вот такую вещь, если у нас, допустим, там будет Get, там, не знаю, что-нибудь типа там, там, например, Post, Accept, Accept Payment, что-нибудь типа такого, да, то для того, чтобы не писать, что этот будет на Collection, этот будет там на Member, потом следующий там какой-нибудь Get, Get Something, да, то есть это у нас будет типа там, опять-таки на Collection и так далее. Вот. Все это дело делается проще. Мы делаем Collection Do, то есть открываем блок, и в него, допустим, запихиваем те методы, которые у нас идут на Коллекцию. Перед этим удалив то, что нам не надо. Вот. То есть вот этот, к примеру, и вот этот метод нам уже не нужен. А здесь мы можем оставить так, либо опять-таки сделать вот такую вот странную вещь. И, ну, как бы, понятно, что оно слегка сокращает код и делает наш раутинг такой более-менее модульный, что ли. Вот. Приятный и красивый. Да, обзовем пользователей немножко иначе. Вот. И из такого, что пользуются еще чаще всего, это, естественно, вложенные роуты. То есть с этим понятно. Вопросы какие-то есть, может? Я, может, как-то слишком скучно рассказываю. Веселее это рассказать невозможно, уж поверьте. Вот. Вопросов нету. Это более-менее понятно, да. И последнее, да, из того, что можно прям так вот часто будете, наверное, использовать, это вложенные роуты. То есть вложенный роутинг нам подразумевает то, что у нас, допустим, есть какие-то пользователи, у пользователей есть какие-то, к примеру, что может быть у пользователей? Ну, к примеру, у них будут посты, да, а у постов будут еще какие-нибудь там, какие-нибудь сообщения, что-то типа такого. Вот. И вся эта сложная и непонятная структура должна нам сделать вот такое количество роутов. Сейчас будем немножко на этом остановимся и посмотрим, как это вообще работает. Да, то есть понятно, что для того, чтобы достучаться до мессенджев, то есть для... до той сущности, которая находится в самом-самом низу списка, то нам необходимо предоставить роут этот айдишник пользователя, необходимо предоставить айдишник поста и только потом уже типа мессенджев. Для чего вообще-то нам надо? Почему не просто, ну, как бы не взять, не поискать типа мессендж-айди, да и все? Кто-нибудь может вообще представить какую-нибудь логическую цепочку, цепочку для этого всего? Вот. Ну, как бы самое простое, что приходит на ум, это то, что мы просто отсекаем как-то, ну, назовем это таким странным способом секьюрности, что ли. Пускай. Ну, это, 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 конечно, абсолютно никак не влияет на секьюрность, к примеру, да, но суть в том, что мы, как бы, не нарушаем семантику. Если нам необходимо смотреть мессенджи именно текущего пользователя в его текущих постах, то логичнее всего, как бы взять пользователя, взять его посты, а потом взять мессенджи, которые находятся в его постах. То есть, ну, как бы, URL будет такой более-менее красивый, что ли. Вот. И, наверное, одни из немногих штук, даже, наверное, я сейчас посмотрю, вау, больше света. Может, реально света включить? А то мы сейчас уснем. Что там, что снимать? Там крайне правые два, по-моему. хватит. Нет, там просто засвечивать будет, если я этим включу. По-моему, отлично. Нормально. Все. Спасибо. Так. Rails, Rails, насколько я помню. Да, routing from outside. То есть, понятно, что то, что я рассказал, это прям очень-очень мало из того, что есть. Да, то есть, роты можно еще описывать вот так, как я описывал, допустим, наш пост-запрос. То есть, мы, вы, по-моему, в Сенатрии видели именно так, как это делается. То есть, там, типа, вы сделаете get, потом, типа, путь, потом, там, типа, какие параметры она принимает и так далее. здесь, здесь, получается, мы описываем get, какой будет путь, какие параметры она принимает и на какой контроллер и action нам следует следовать. Странно получилось. Да. Или вот такая вот вещь. То есть, ну, можно прям, можно прям взять и посмотреть, как эта штука работает, что она сделает. То есть, что это такое за patient и для чего она нам надо. То есть, это вещь, которая нам добавляет вот тот самый Pace Helper, который мы можем использовать. То есть, чтобы было понятно, что такое Pace Helper и для чего он нужен. Так, 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 давайте вернемся. Попробуем именно с HomeIndex и сделать. Так, у нас есть наш контроллер. Ничего, это все не цена. Мы проходим наш метод. это наш индексовый контроллер. Из того, что мы помним выше, у нас есть такая вещь, как префикс root. Для чего он используется и как с этим быть. То есть, мы можем написать, допустим, root, root path, что-то типа такого. То есть, он нам вернет строкой абсолютный путь к root path. или если мы напишем root url, он нам вернет именно путь со всей нашей схемой. И если брать, в пример, вот этот вот patient, то там, получается, мы пишем patient, patient типа path и так далее. И сюда же можно передавать либо айдишник, либо саму сущность. То есть, этот вот объект, который у нас там будет patient, там new какой-нибудь. Главное, чтобы он был. Катастрофа какая-то. Прямо не нравится мне это дело. Убивайся. Да. Готово. Вот. То есть, просто это не, ну как бы, это используется для более, более как бы рубежного способа каких-нибудь редиректов, работы слинг, с ссылками и так далее. Так, на чем там я остановился? То есть, это вот мы смотрели. Ну вот, кстати, вот оно и есть. То есть, мы делаем link to, ну вот, это еще, еще один из холперов, который нам, нам делает этот вот A tag. первым параметром это идет именно тот текст, который будет видеть пользователь, а вторым параметром идет путь, по которому будет идти этот URL. И в данном случае вот этот patient path он сделает типа вот такой вот путь, а вот в этот параметр он передаст patient ID. то есть, то есть, оно попытается, то есть, по логике оно берет этот вот объект и дергает от него метод ID. Ну, так как метод ID ей нужен. Если, ну, как бы, если он есть, то все отлично, если его нет, то, как бы, оно будет ругаться на то, что данного метода нет. Ну, точнее, оно подставит его в путь, там будет пустота, он пройдет на контроллер, и контроллер уже вам вырыгается на то, что ID-шника нет. Вот. Весь этот крат, который есть, space helper, то есть, вот, фотоспейс, там, new photospace и так далее. То есть, как бы, в принципе, это все более-менее расписано на то, как это работает. То есть, есть вот такие вот сложные записи, то есть, когда вы делаете там, ту шоу, вы указываете именно на какой метод, потом на какой контроллер, какие параметры, там, и прочее, прочее, прочее. Namespace нужны для того, чтобы разделять наши пути на какие-то более специфичные. Допустим, у нас есть путь пост, нам нужны админ пост, нам нужны там модератор пост, что-нибудь типа такого, да, то есть, и мы это все делим, чтобы у нас не было пересечения, чтобы мы не именовали контроллеры как-нибудь по-глупому. Вот, вложенный рот, мы уже посмотрели, фильтрацию мы тоже посмотрели, шоу, ох ты, вот, честно говоря, вообще нет, сразу не использовал, почитайте, я об этом сам почитаю, тоже интересно будет. так, концерны, ладно, это тоже немножко не то, так, так, где-то тут была еще интересная вещь, нам раствор ресурсы, понятно, констраинты, где эти констраинты, ага, вот они, меньше, чтобы можно было понять, что это такое, вот, какая-нибудь, при указании каких-то именованных параметров, да, то есть мы там делаем get, photos, там, id, к примеру, и так далее, иногда нам необходимо каким-то образом показать, то есть, какого вида данный параметр должен быть, потому что у нас, допустим, если мы получаем, допустим, какое-то число, то мы понимаем, что это id, если мы получаем какой-то текст, то нам надо, ну, допустим, перейти на какой-то другой, url, и так далее, либо мы там делаем url, типа photos, там, family, да, что-то, либо такое, мы такие, анга, туда пришел, короче, текст, значит, надо перекинуть его в категорию, там, какую-то определенную, тогда, то есть, все зависит от того, какой параметр, ну, как бы мы можем через регулярное выражение это все отфильтровать, и, и с этим работать. Так, я тут уже кучу-кучу всего очень-очень веселого и интересного рассказал, я смотрю, пока еще особо никто не заснул, мы уже готовимся к тому, вопросы по ротингу, какие-то такие прям глобальные, нету, все понятно, отлично, молодцы. Так, если вопросов нету, давайте, давайте разберемся немножко в контроллерах, в параметрах, как это все работает, как, как с этим жить. Давайте, рейлс-джи контроллер даже, ну да, даже почему контроллер, пускай будет великолепный скафолд, и это будет какой-нибудь пост, у него будет тайтл, у него будет контент, и, и, в принципе, хватит. Нам на гейминге кучу всего, скидает, 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 отлично, надо поделать такую штуку. нам создались посты нам даже контроль немножко пройдемся потому что здесь такое чем это видят так видно нормально вот то есть то что нам делает скафолд он нам делает наш весь крат с кучей какой-то непонятной ерунды и сейчас мы это немного немножко разжуем и поймем вообще как с этим работать вот то есть понятно что на индекс акшене у нас инициализируется объект пост которые которые берутся все все посты тут как-то более-менее понятно здесь не происходит абсолютно ничего потому что у нас здесь происходит так называемый before action который происходит на шоу на edit апдейт и и destroy методов что такое сет пост это катастрофа никогда не делайте так вот так не надо делать делать отступ поделять приватные методы и так далее сет пост нам к ну как бы перед каждым запросам естественно находит находит пост по определенному параметру как мы помним все вот эти методы типа шоу и дит апдейт и строй они принимают какой-то айтишник какого-то поста и для того чтобы ну как бы не писать в каждом посте то есть грубо говоря мы можем не используя этот метод до пойти здесь написать типа здесь окей здесь то же самое ну как бы don't repeat yourself это это очень очень полезно если вы видите что какой-то метод также самое используется в двух местах то значит следует его вынести либо в сервис либо в callback либо еще куда-то либо в отдельный метод и так далее как-то сделать так чтобы не надо было писать одно одно и то же в двух местах вот больше всего наверное нас интересует вот эта вещь что она делает или чего нам что такое пост парамс что такое что делается в этом методе и зачем это не необходимо так начала мне нужно убить экшен кейбл тоже мне абсолютно не нужен вот он тут короче обвалится постоянно сейчас мы сделаем интересных первых кучу всякой ненужных ерунды вот консоль убиваем не нужна это что тоже мы управляем спринг нам нужен это для винды зачем так есть возможно но даже перестанет ругаться так у нас есть наш метод пост можем создать так нет она все равно ругается ну ладно пост контроллер и допустим ну сделаем тут вот бензин проект просто чтобы чтобы я немножко объяснил что такое для чего это необходимо тяжело учитывая что нам постоянно мешает вот и что мы помним что у нас есть так называемый парус который приходит куча всякой дополнительной стоять всякой дополнительной ерунды типа там может идти токен и вот наша необходимая вещь пост в котором есть наш title наш есть контент ну и дальше там комит то как как именуется наша кнопка которая была естественно комитом контроллер и и action что нам необходимо сделать для чего нужен данный гермет и вообще одну как бы что что вот как по логике кто-то может вот прям вот сходу сказать для чего вот это вот странная строка почему не можем взять параметры просто покинуть есть что это что это очень дает и все это сделать примерно буду объяснять то есть сейчас объясню потом немножко покажу то есть парамс require пост это она получается мы просто перекидываем наш наш поиск необходимых нам параметров вот к этому вот ключу так как они у нас тут вложены от пермита мы определяем какие именно параметры могут быть использованы там для создания поста что пользователи примеру не прокинул чего-то ненужного туда то есть например он там паркин креет это яд апдейт это мой тишник прокинет так далее нам это абсолютно нам необходимо взять только те параметры которые есть то есть ну возьмем что можно сделать возьмем пост форм такая глупая форма тут ну к примеру серьезно сработает тут даже нет даже вот оставим все как есть то есть у нас есть парамс парамс require пост где я ошибся здесь сделают require пост видно что мы просто пошли на уровень выше на уровень ниже и стянули стянули именно наш тайтл и контент а когда мы делаем кирмит примеру только тайтл мы отсеиваем все параметры которые там есть то есть ну всех все параметры которые не не удовлетворяют этому вот условия то есть если мы хотим допустим чтобы при создании поста создавался только ну то есть принимался параметр только тайтл мы пермитим только его ну и как бы в данном случае контент пермититься оба пара параметра и причем ставится такая вещь как флаг пермит в друг то есть если мы посмотрим параметры здесь они примет фоллс и вложенные параметры пермит фоллс блин это извиняюсь у меня очень очень длиннее сказать все почему навалится вот видно что как бы у каждого каждого уровня этих пара параметров они все обернуты именно в класс экшен контроллер параметры и у них там есть еще этот дополнительный флаг который означает они запермичен или нет то есть вы можете прямо в вашем контроллере там проверять если парамска методами если там не запермичена то это плохие параметры типа мне не надо вот то есть такого такого плана ну и дальше идет для наша магия то есть понятно что сюда передается тот наш запермиченный хэш с нужными нам параметрами и дальше идет респонд тот который до то есть вначале мы сохраняем запись то есть проверяем сохранилась ли но как бы когда мы делаем и в пост сейф он автоматом сохраняется если там проходит какая-то ошибка то есть этот сейф он просто возвращает true false вот видите и либо все хорошо либо все пошло не так и уже при помощи формата то есть все зависит от того какой картин тайп мы подали запрос либо какой какой-то самый сейчас я уберу бензинтайк я уже по-моему об этом говорил но на всякий случай тут уже идет от того как мы смотрим пост если мы будем отправлять это все через джейсон то мы получим джейсон если мы будем отправиться допустим html то мы получим это все html все зависит от того какой формат мы используем и как я уже описывал то есть мы можем взять формат формат какой-нибудь да тут писать примеру понятно что это глупо это на тестовый метод хорошо что-то типа такого только надо обязательно делать этот вот respond to понятно что она ругается а если я сделаю пост zip она мне сохранит zip архив а в этом zip архиве что интересно будет 4 килобайта данных и 4 данных это полный вот этот zip с восклицательным знаком да то есть как бы интересно великолепно можно баловаться можно что-то делать так 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 джейсон нам нужен что тут еще рассказать то есть по роутингам вопросов больших нету по контроллерам вопросов то есть ну как бы папа а отдельному краю краду видно что как бы ничего такого серьезного не пары ну как бы ничего прям супер супер слой сложного тут нет нет тут есть рендеры которые в принципе отвечают за рендеринг в юх на то есть мы в этот метод здесь что у нас тут у нас этот креет вот тут происходит редирект рендер чем отличаются данные вещи концептуально редирект это в принципе отправка статуса 303 302 на сервер ну короче точнее ответ 302 приходит пользователя там что типа мы перенаправить вот и в данном случае идет редиректу пост и как это вообще происходит и почему почему редиректу пост и что в принципе будет то есть пост это у нас объект объект класса пост когда мы передаем в редиректу и какой-то там путь а именно какой-то объект класса пост происходит так называемая магия она идет в роутинге ищет ресурс с таким наименованием то есть есть ресурс пост а если мы делаем редиректу пост то есть ну как бы на один пост текущую текущую то она делает его ну как редирект на шоу шоу экшен этого поста то есть такая вот немножко может не связанная но в то же время моя магия то есть то же самое она делает что-то типа пост с и тут типа пост либо так либо там поставить что-то типа такого то есть чтобы понимали что пример примерно такая вещь происходит вот здесь вот та самая вещь о которой я говорил то есть идет рендер шоу экшена то есть шоу в юхе которая у нас висит там в юс пост шоу джейсон в юхе при причем на нее посмотрим посмотрим пост пост шоу билдер рендерится портил пошел 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 вот тут происходит вот опять таки просто в данном случае мы говорим о трендере нам вот такую какую-то вьюху и передаем туда локальную переменную которая будет под постом то есть вот такой вот обычный вот и здесь уже происходит извлечение того что нам необходимо то есть этих вот служебных полей этих вот полей которые мы указали и так далее и естественно обязательно почему-то видимо так необходимо по стандартам каким-то указать и юрл на который на мы смотрим то есть грубо говоря если мы сделаем там пост с 1 джейсон да то вот она нам извлечет именно идишники все что необходимо и последним параметром она нам поставить почему вот кейшин пост тоже пока не понятно что так короче джебиллер очень и очень странная штука куча всего вот и что еще интересного здесь это вот эта вот вещь что она делает и для чего она нужна это так называемая алерт и что делают алерт и они просто показывают анкета notification и ну то есть для того чтобы пользователь понимал что вообще происходит то есть если я делаю к примеру там новый пост создаю новый пост сделано приедет она вот эта вот вещь делает аллер там как она выглядит что это такое увеличивает видно что у нас есть какой-то какой-то часть блока с айдиш ником ноутис да то есть которая будет просто который можем каким-либо образом закастомайзить чтобы это было стоящее окно что то что угодно то есть от сервера мы можем получать какие-то notification даже в бутстрапе насколько я помню скоро с коробки у них там есть прямо на джава скрипте написаны вот эти вот альерты все которые показываете потом все хорошо все плохо ворнинги и так далее то есть можно сделать ноутис можно сделать из таких вот популярных вещей как альерт и по идее сейчас если я создам еще один пост он мне должно показать что типа все отлично но ничего не показала почему потому что альерты я не ловлю видимо потому что ноутис я ловлю а альерты я к примеру если я сделаю по идее у меня появился альерт причем интересно то что это должен быть но но санабра да это короче холпер который я где-то короче этот метод явно вызывается этот явно холпер просто делает там респонд респонд alert берет и как бы оборачивает его в метод я даже честно говоря вот по рутингам мы прошлись по контроллером немножко прошлись что вам такого еще рассказать то есть before action я рассказал авто экшена еще есть тоже на всякий слой случай пока лб к понятно наверно чем отличается что происходит то есть before action срабатывает перед тем как мы вызываем какой-то метод of action срабатывает после того как когда этот метод то есть когда все тело метода уже этим самым то есть тут так же само у нас работают эти фильтры то есть либо мы можем он для сделать либо except поставить то и зависимости от того если мы допустим но вот как бы ну более читаемо понятно дело делать через он потому что неизвестно скоро сколько тут короче будет методов и может быть какие-то методы будут добавляться если мы будем эксцептить только то что написано здесь только его при добавлении новых методов естественно можешь что что-нибудь сломаться стандартные методы понятно по рамс пермит я немножко рассказал про что еще хотел рассказать верно последнюю такую интересную вещь которая касается немножко наших параметров и создание записи то есть возьмем к примеру создадим еще одну модель модуль какое-нибудь сообщение у него будет просто контент сообщение и у него будет пост так сразу сделаем его красивым ну и ну и ну и сделаем такой интересной вещь как нет там не в месседжах это будет в посте это у нас пост и тут ничего нету и есть такая волшебная вещь что это работает как это работает и чего это необходимо то есть по сути мы можем создавать нашу модельку поста непосредственно в одной транзакции сразу сразу же сейчас я покажу как это делается с консоль и потом покажу как это обрабатывать контроллере через парамс пермит и так далее так примеру мы создаем пост сразу делаем клиент сразу опасный клиент у нас там контент какой-то если мы хотим создать ну к примеру глупо понимаешь как бы создавать пост сразу с месседжами но хотя если мы хотим создать пост рекламный пост у нас там должны быть месседжи сразу сразу такие дела из одной штука так как их много в умноженном числе нам необходимо сделать что-то типа что у нас у просто там блин контент это типа там first и последим за ошибкой так что его не понравилось мы с почему потому что я потому что не делал вообще я сделал ошибку в нем заметили значит все нормально а вот теперь уже интересно сейчас пост сейчас я сделаю если она заработает, а она заработала вам будет такое маленькое домашнее задание, почитать, что это такое и почему она сработала почему до этого не работала, а теперь вот с таким вот инверсом туда-сюда в рекордах, она сработала да, да, да что вы думали, я вам тут рассказывать буду все, надо что-то самостоятельно еще читать вот, что мы видим то есть, как бы, все это было обернуто в одну большую транзакцию то есть, у нас вот, начало транзакции в начале создается пост в него закидываются там title и так далее а потом сразу же в одной транзакции закидываются два мессенджа то есть, если мы возьмем пост наш последний и возьмем его в мессенджер там, например, да то как бы автоматом причем, ну, как бы пост ID в мессенджер сразу прокидывается и так далее то есть, нам не ну, как бы мы создаем непосредственно модель со всеми его связующими то есть, это может быть либо хазмани либо хазван там уже зависит от того если, допустим, это хазван то в посте тут, допустим ну, примерно где-то belongs to там, да belongs to user да для того, чтобы создать пост с юзером ну, к примеру вдруг там понадобилась такая штука да, то есть мы опять делаем такую вещь как то есть accept user attributes nested attributes user nested attributes это вообще вложенные атрибюты да тем, кто перевести не мог вдруг вот то есть типа принимать вложенные атрибюты для такой-такой-то такой-такой-то связи и для в данном случае будет опять-таки просто не юзер не месседжер как здесь во множестве а именно юзер атрибют да и здесь уже как бы не массивом как было а именно обычным объектом передаем туда пользователя и он так же будет с создан но для того чтобы у вас не было косяка с пробросом постайди нужна вот эта магическая вещь но это это секрет должен быть какой-то секрет в рельсах правильно ну как бы пока не вы не почитаете что это такое вот и как обещал для того чтобы создавать к примеру пост именно с этими всеми параметрами нам необходимо как-то это все заперметить потому что ну как бы если мы будем пробрасывать это через контроллер то на данной стадии нас просто отправят гулять точнее не отправят гулять а просто посты ну как бы месседжи не создадутся как бы по логике понятно что надо сделать что-то типа messages at rebutes здесь передать какой-то массив если мы оставим массив простым то мы как бы акцептим вообще все любые месседжи от rebutes которые есть если нам необходимо как-то их конкретизировать да то есть в данном случае у нас идет контент то мы делаем что-то типа такого ну и грамотнее наверное вынести это все и здесь сделать потерял как-то так ну здесь наверное это не сильно грамотнее да потому что это еще больше срок заняло но если бы у нас был тут какой-то более большой массив да то понятно что было бы немножко красивее все это можно поставил гайдом чуть-чуть перенести и вот типа такого вот и для того как это все запихнуть на форму и как это все работает у симпл форма есть просто такая великолепная вещь симпл даже rails форм for nested что это такое это статус он нам нужен а просто чтобы показать как это все работает есть такой вот форм холтер если ну если вы будете использовать там не симпл форме какие-то другие форм билдеры нестандартно а именно вот этот рубежный форма рельсовый стандартный форм форум 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 вот то как мы видим здесь получается связь такая что у нас есть персон объект какой-то у него есть какие-то первые в данном случае один то есть это либо хозьбан либо белом белом стук вот и для того чтобы к нему добавить атрибьюстом кирмишин атрибьюст и так далее форм форм форум билдер делает это все через филки филку то есть если к примеру где наша форма для поста филки 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 о очень очень глупо конечно делать это так но к примеру почему глупо потому что нам необходимо ну как бы по логике понятно что если у нас месседжи много и на форме нам необходимо создавать от 1 до бесконечности это нам необходимо какой-то подключить java скрипт который нам будет по клику в рантами сразу же добавлять еще 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 одно поле нашу форму как делается тут что пост просто уже попробуем прокатиться так запускать о вот это мне нравится что-то забыл сделать видимо что-то не хватает видимо если это будут месседжи то надо как-то делать немножко и на и иначе просто написано one-to-one он тумане проекта требуется но это так как это делать все в контроллере короче глупость ну для того чтобы как-то немножко с этим всем побаловаться у simple форма есть 100% пробой рабочий вариант и есть еще такая вещь как называется форус прямо я не знаю вообще сапортится она еще или нет но раньше она прям была с коробки ну как бы это для тех кто только-только начинает я когда когда только-только начинал работать с рейсами у меня была такая философия я другим ставлю если он работает с коробки все отлично он вот это хороший гем если он не работает ну значит будет какой-то другой который работает и которая также делала то есть поэтому я к тому что как в брене в рейсах много того что работает прямо из коробки и что даже принципе разбираться запустил так клево работает все оставим это оставим это хороший гем значит он вот он не nested форм да вот этот вот у него идет 300 процентов вот у него идет типа javascript который нам делает кнопку и так далее возможно тут есть какой-то тема jQuery какой-то подключается и так далее то есть на это вот та самая форма которая при клике на типа там добавить еще месседжи а там добавить нам еще еще одно один блок блок для формы для того чтобы эти месседжи работали время немножко есть могу поставить а могу не мучить за себя и пойти домой спать на короче чуть-чуть по роутингом посмотрели чуть-чуть по контроллерам разобрались параметры посмотрели вроде бы как бы можно уже и баловаться контроллерами модель модельки тоже создавать уже примерно умеем вот следующий раз наверно посмотрим как писать чаты в следующий раз это смысле через неделю потому что в четверг у нас снова практическая потому что я понял что вам прям необходимо практически вы не бойтесь приходить нас очень мало осталось и как бы нового ноутбука хватает и для миссии у нас тут есть человек поставь под поставляющий удлинители все хорошо не знаю как тебя зовут но ты человек с удлинителями все вопросы может быть хоть какие-нибудь что-то пошло не так смотришь ему может нам порно открыл да я же говорю о том что она не жива уже давно я говорю о том что ну как бы это что-то старое ну то есть она есть она забавная это вот именно к тому что как бы попробовать попробовать как она работает мы понятно что намного проще там не знаю либо завязать символ форм который уже есть а вообще в принципе это кстати писал чувак rain rain by по моему это тот чувак который делал рейлс касты да вот это он вот по лицу могу сказать рейлс касты той тоже умерли что-то типа в тринадцатом году вместе наверное вот совсем он тупо все закинул но у него очень посмотрели кто-нибудь в рейлс каст советую там хоть и старая очень но ну когда она актуальна в какой-то мере еще актуальна сейчас то есть он описывает абсолютно много всего вот если тридцать четвертый рейлс каст его про симпл формы мало того что тут можно посмотреть видео плюс тут еще идет скринкаст о том как это все настроить как это все будет работать и то есть ну как бы тем кто в принципе не видел никогда что это такое для чего это надо да он еще и еще работает единственное что языком то есть он ну как бы человек делает снова с нуля он создает проект к примеру там говорится вот у меня вот был какой-нибудь там from scratch проект игре вот ставим этот ген вот эта модель сделали посмотрели как бы визуально более-менее интересно понятно понятно как-то вот мы так перебили